Теплая встреча с цветами в лечебном учреждении явление нечастое, но сегодня здесь не совсем обычные пациенты. На прием в консультативно-диагностический центр пригласили ветерана Великой Отечественной войны и Трудового фронта. На входе каждому прикрепляют ассистента, а в роли них выступают студенты Сахалинского медицинского колледжа. Мы сопровождаем их, доводим до регистратуры, берем талончик и сопровождаем по кабинетам. Осталось не так уж и много, и хочется как-то помочь. Пациенты сами выбирают, кого из врачей посетить, однако медики настаивают на полном обследовании. Я такого внимания еще нигде не видела. Лично я довольна. И вот хорошо просто в год так делать, неплохо было. Я бы очень хотела сюда перейти. У нас в первой поликлинике на всю больницу три с половиной врача, если не два с половиной. И никак не попадешь. Ходишь, ходишь, билет возьмешь, пока подойдет очередь, и идти уже не хочется. Рядовых пациентов мало. Медики специально придержали талоны для ветеранов. Не только из Южно-Сахалинска, но и других районов области. Мы докторов подготовили, чтобы пациенты в этот день практически проходили без очередей. Но они и так у нас обслуживаются все без очередей здесь так, чтобы можно было пройти и получить полностью весь цикл обследования, чтобы нигде не стоять в очередях. Большого ажиотажа не было. Утром на прием пришли чуть больше 20 человек. Ожидаемо. Ведь не все люди пожилого возраста могут самостоятельно покинуть свои квартиры.